Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар на текущий момент мы видим продолжение нисходящего движения. Среднесрочная цель по данному снижению находится в области 1.05.18. Именно там располагается минимум, который был показан в конце февраля и в начале марта в области 1.05. Пока на текущий момент тенденция снижения коррекционного продолжается в эту область. Если говорить о начале покупок по данному инструменту, то ближайший коррекционный уровень находится в области 1.06.07. Это максимум, который был зафиксирован вчера. Уход пары евро-доллар выше данного значения дает нам возможности открытия сделок на покупку по данному инструменту. Пока находимся ниже данного краткосрочного уровня, тенденция на снижение по паре евро-доллар сохраняется. Пара британский фунт, американский доллар, понедельник, вчерашнюю торговую сессию и сегодня находятся в восходящем движении. Две торговых сессии закрылись вчера выше открытия и сегодня торгуемся вблизи локальных максимумов, которые были зафиксированы вчера. Ближайшая цель коррекционного движения в области 1.24.56 в рамках среднесрочного нисходящего движения уход уже выше отметки 1.24.78. Это максимум, который был зафиксирован в пятницу. Открывает предпосылки на дальнейшее укрепление британского фунта по отношению к американскому доллару. Пара австралийский доллар и американский доллар также на текущий момент находятся в нисходящем краткосрочном и среднесрочном движении. Ближайший локальный максимум отмечен в области 0.75.08. Это максимум, который был зафиксирован вчера. Закрепление выше данного уровня открывает предпосылки на укрепление австралийского доллара по отношению к американскому доллару. Пока находимся ниже, пока не сформированы пробойные свечи по данному уровню, тенденция остается на снижение и снижение в область уже локальных минимумов, которые мы можем отметить на дневном таймфрейме, движение в область 0.74.46 и следующий уровень уже находится в 0.74.14. Пара американский доллар и канадский доллар вернулась в диапазон, который мы отмечали ранее. Это 1.34.12 верхняя граница, нижняя граница 1.32.94. Если мы рассмотрим часовой таймфрейм, то тенденция идет на понижение. Вчерашний день закрыли негативно для доллара, закрылись ниже открытия. Сегодня с утра также торгуемся еще вблизи минимумов, поэтому на текущий момент тенденция на снижение в области 1.32.97 в краткосрочный перспектив остается в приоритете. Если говорить о покупках, то уход выше 1.34.27, максимум, который был зафиксирован в пятницу, также вчера в понедельник открывает предпосылки для начала покупок по данному инструменту. Напомню, что также локальные уровни могут сформироваться внутри сегодняшнего дня, внутри завтрашней торговой сессии, но об этом мы уже будем говорить в наших следующих обзорах. Пара американский доллар и японская иена также продолжают свое нисходящее движение. Вчера закрылись ниже открытия, сегодня торгуемся уже в области 110.60. Поэтому краткосрочная тенденция на снижение по паре американский доллар и японская иена также сохраняется. Ближайший разворотный уровень в среднесрочной перспективе находится в области 111.57. Именно после преодоления данного уровня мы можем говорить о покупках по данной паре. Индекс DAX сегодня с открытия обновил минимум вчерашней торговой сессии, поэтому на текущий момент мы видим краткосрочное продолжение нисходящего движения по данной паре. Но тем не менее минимум пока не обновлены. Те минимумы, которые были 7 апреля, 6 апреля, пока торгуемся выше, остается сценарий на укрепление пока еще в силе на движение уже к локальной максимуму в области 12.386. Хотя важно обратить внимание на то, что сегодня с утра уже локальные минимумы были обновлены. И здесь по данной паре, по данному инструменту нужно обратить на это внимание. Золото вчера делало попытки уйти ниже минимума в пятницу, но к концу торговой сессии мы вернулись и практически закрылись выше открытия рынка. Сегодня также торгуемся в области локальных максимумов за две последние торговые сессии. То есть это локальный максимум 1257 долларов за тройскую унцу. И до тех пор, пока золото остается выше 1246 долларов за тройскую унцу, тенденция на укрепление по данному инструменту также остается в приоритете. Нефть марки Brent сегодня с утра обновил локальный максимум, что в свою очередь подтверждает продолжение восходящего тренда по данному инструменту. Уход же ниже локальных минимумов в области 5506, 55 долларов за баррель нефти марки Brent. Тенденция на укрепление также остается в приоритете. Если мы уходим ниже данной отметки, то уже можно говорить о тенденции, нисходящей по данному инструменту. Ну и индекс доллара вчера после открытия ушел вниз до отметки 100.87. Было зафиксировано закрытие ниже цен открытия. Соответственно, на текущий момент в рамках среднесрочной перспективы тенденция на укрепление индекса доллара остается в силе. Уход ниже отметки 100.87 и закрепление за этим уровнем уже даст предпосылки на начало нисходящего движения по данному инструменту. Итак, коллеги, с вами был Исаков Роман. Ежедневный обзор основных инструментов. Ваши вопросы вы можете оставлять в комментариях под этим видео. И увидимся завтра. Всем спасибо за внимание и до следующей встречи.